Как развивается промышленность в республике Денису Мантурову и другим участникам координационного совета демонстрировали на реальных примерах. Прилетев в Чуваксаро, Денис Мантуров отправился на крупное предприятие по производству кухонного оборудования. На какие инновации обратили внимание высокие гости? Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Показывая федеральному министру производственные цеха, руководитель завода часто употребляет слово «уникальный». Аналогов разработкам этого предприятия действительно нет в стране. Этим оборудованием оснащены большинство школьных пищеблоков и ресторанов России. Это шокеры, так называемые. Когда вы берете готовые блюда, если на завтра вам нужно что-то приготовить, у вас большой банкет. 20 уровней берете сюда, замораживаете на двух готовых же блюда. И завтра вы там просто опять размораживаете. И можете обслужить одновременно банкет или что-то такое, у больше 200-300 человек. Это новое слово в технике. Прочно заняв свою нишу на рынке, предприятия продолжают увеличивать экспортные поставки. Без патентов в этой сфере работать невозможно. Конкуренты из-за рубежа, уверяя директор, уже пытались создать точные аналоги чебоксарской техники. Мы сообразили, что паром нагреваться будет быстрее. Под это дело пришлось заказать специальную машину, потому что так никто не делает. И сварка происходит другим образом. Это более прочная сварка. Некоторые иностранные наши партнеры подсмотрели часть, другую часть не подсмотрели. Копировали одну часть, но другую нет. Еще один уникальный участок – специальный пресс для производства пищевых котлов. Новая технология сократила затраты. Для этого мы делали его путем сварки. Донышко делается, обечайка делается, потом привариваться. Это долгий был процесс. Кроме того, не обеспечил этот процесс округлости котла. Когда на маленьком котле, это незаметно. А когда есть большой котел и с миксером, такие котлы очень много используются в пищевой промышленности. Лопатка будет задевать, потому что никогда округлость не получается. Но возникает проблема с исходным материалом. Качественную сталь приходится закупать за рубежом. В России подходящие листы пока не производят. Решить эту проблему намерены по итогам Координационного совета по развитию промышленности. Федеральный министр отмечает, что отрасли необходимы инновационные методы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.